Добрый вечер, чат ДВК! Предвосхищая ваши вопросы по поводу Мухтара Аблязова, сразу сообщаю. Мухтар Аблязов будет вести эфир завтра. Никакая ответственность у нас не упала. Главное, чтобы она не упала у вас, уважаемые активисты. Ответственными должны быть мы все вместе, не правда ли? Меня хорошо слышно, ответьте, пожалуйста. Как у нас устроены наши СМИ, какие нас ждут впереди перемены. И они, скорее всего, необратимы. И как мы можем на это повлиять, как мы можем это использовать, что нам для этого нужно делать. Поговорим о наших судах, о том, что происходит с нашими активистами, которые сегодня проходят испытания в тюрьмах, в местах заключения. И как мы можем их поддержать. Никуда Назарбаев бежать не собирается. Назарбаев собирается передавать власть своим родственникам. Ближайшим родственнику, скорее всего, Дариге Назарбаеву, потому что иначе удержать капитал СМИ нет никакой возможности. Соответственно, в связи с этим страна готовится к выборам. Об этом писал Муфтар Аблязов. И предвыборная гонка стартанула. И, скорее всего, в ближайшее время мы узнаем об этом из официальных источников. А пока это можно определить только по тем событиям, которые транслируют СМИ, по тем публикациям, по тем высказываниям, которые там проскальзывают. Вот я хотела сегодня с вами об этом поговорить. Как будет меняться информационное пространство в связи с тем, что у Назарбаева есть планы провести выборы и посадить на своё место ближайшего родственника, дочь свою Даригу. И передать власти таким образом, чтобы оставался абсолютный контроль за ним. И чтобы он мог всегда влиять так же, как и влияет до сих пор на все процессы в стране. У нас появились первые вбросы о том, что стоит присмотреться к тому или другому человеку. Я думаю, что один из таких вбросов был Абакиме, Южно-Казахстанской области, Женсити Тумибаеве, что его надо готовить на должность президента. Таким образом, они будут демонстрировать наличие некоего плюрализма мнений и выбора для народа. То есть будут подсовывать, так сказать, то одного, то другого якобы кандидата, обсуждать его личность и создавать такую вот общественную площадку якобы для обсуждений свободных, что в стране существует демократия, и вот можно свободно обсуждать людей, которых народ готов якобы выбирать в президенты. Вот по поводу слухов. Их тоже будет огромное количество, всевозможных слухов, для того, чтобы будоражить общественное мнение, уводить в сторону, вводить заблуждения, создавать какие-то иллюзии и так далее. Вот абсолютная иллюзия, что Назарбаевы собираются бежать из страны. Некуда им бежать, и совершенно никто бежать не собирается. Скорее всего, они выдавят кого-то из своего окружения, кто им не угоден или может помешать, но сами-то они точно никуда не побегут. И вот такие вот вещи, когда амусируют, ну это дурацкие слухи, которые не имеют под собой абсолютно никакой почвы. Вот, например, обратите внимание, в связи с резонансным событием на гибели Дениса Тен, вообще в средствах массовой информации появилось очень много публикаций о том, что требуют отставки генерала Косымова. Много-много раз эту тему поднимали разные люди по разным поводам. Преступление за Косымовым целый шлейф, начиная с 2011 года. И никогда прежде не было такого большого резонанса именно в СМИ. То есть нашим СМИ было позволено писать об этом, говорить об этом, значит, кому-то где-то наверху это было выгодно. Точно так же в дальнейшем сформированы были группы, которые начали инициировать некие митинги, некие петиции. То есть этих групп было очень много. С одной стороны, я допускаю, что люди были искренне возмущены и искренне действовали, и это правильно. А с другой стороны, я никогда не видела, чтобы этому так способствовали наши средства массовой информации. При всей искренности и при всей заинтересованности общественности такой массовой поддержки интересам общественности не было никогда. В этом же случае все СМИ буквально один за другим неоднократно писали и публиковали эту новость. Ну, с какой целью, это мы увидим. Сейчас пока сложно судить, уйдет ли Касымов со своей должности, отстранят его или нет. Но насколько можно судить по тем событиям, которые уже происходят, вряд ли пожертвуют Касымовым. Жертвовать будут теми исполнителями, которые не так приближены к Нурсултану Назарбаеву. И, кстати, уход начальника МПС Алматы в отставку уже характерная история для этого случая. Вот обратите внимание, начальник полицейской службы города Алматы ушел в отставку. Подал в отставку сам. Казалось бы, об этом должны трубить и вещать все-все-все СМИ Казахстана. Но о том, что требуют отставки Касымова, писали гораздо больше, чем о том, что ушел в отставку начальник МПС Алматы. Кстати, начальник МПС Алматы как раз-таки отвечал за разгон демонстрантов. И я даже публиковала, сейчас, к сожалению, не помню его фамилию. Но публиковала его фото, публиковала он лично, участвовала в разгоне, когда у нас были акции на наурыз, когда у нас были акции на 10 мая. И везде этот человек был запечатлен. То есть на многих фотоснимках его показывали, они применяли силу. И даже он участвовал в задержании парня на велосипеде, которого поймали на Арбате с синими шарами, если помните, был такой эпизод. Так вот, этот человек после резонансного убийства Дениса Тен и после многократных обращений общественности ушел в отставку. СМИ об этом не так уж громко и говорят, в отличие от того, что говорят о генерале Касымове. И вот смотрите, назначили митинги, значит, об этом очень много писали. То есть писали о том, что поданы заявки, писали о том, кто какой регион, как отреагировал. Причем писали буквально все средства массовой информации, абсолютно все провластные СМИ об этом писали. Огромное количество блогеров в этом участвует. Ну вы сразу вспоминайте, как писали о наших митингах. Кто писал и сколько писал, для того, чтобы понимать и сравнивать. Как вы понимаете, о наших митингах ничего не писали, кроме «Азатык» никто не высказывался. И писали в самом негативном свете. А здесь получается, что можно говорить о том, что в стране кто-то готовится к митингам, да еще и по отставке руководителя такого высокого класса. То есть это как минимум странно, правда же? И вот если говорить дальше, более того, СМИ отреагировали на то, что митинги не дали провести. Во многих государственных, проправительственных, так сказать, информационных ресурсах, ну они у нас все проправительственные, буквально все, прозвучала информация подробная, гневная о том, что не разрешили провести митинг в Алма-Ате и заменили его днем спорта. Расписывали это очень подробно, возмущались на эту тему, иронизировали, претензии к Акимату предъявляли. Ну и сразу вспоминайте, конечно же, в отношении ДВК митингов, естественно, ни информбюро, ни НОРКИЗЭТ, ни ТЭНГРИНЬЮС, никакие эти ресурсы никогда бы не написали ничего подобного. Тем не менее, в отношении вот этих митингов было очень много разговоров, и они еще будут, я больше чем уверена, потому что эту тему будут продолжать наращивать. Это говорит о том, что кому-то эта тема сейчас важна, и очень много будет таких тем, которые кому-то важны, и в результате будут использовать общественное мнение. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы реально сегодня стоим на пороге огромных перемен, перемен, которые неотвратимы, это уже понимает сам режим и сама власть, и сам режим готовится к этим переменам. И если мы сейчас правильно не отреагируем, если мы не соберемся с силами, если мы не будем организованными и бдительными, мы не сможем отреагировать на те перемены, к которым нас готовит режим. Вот я прошу вот эти диалоги по поводу банков и так далее. Сегодня у нас другая тема, и вы мне очень мешаете. Задавайте вопросы по текущей теме, и давайте будем все-таки уважать хотя бы спикера, для того, чтобы я могла высказаться без помех. Сейчас говорю по поводу Мухтара Аблязова. Завтра Мухтар Аблязов будет вести эфир, как раз продолжение этой темы, и как раз будет говорить о тех важных перестановках, которые впереди нас ждут, о выборах самих, о том, как это будет происходить. И я считаю, что эта тема крайне важная для нас всех, потому что страна готовится к переменам. Сейчас начнут формироваться пропагандистские кампании в пользу того или иного кандидата. Будут выбрасываться мнимые, ложные депутаты, кандидаты в президенты, создавать мнимую, ложную иллюзию народа, что у нас есть выборная система рабочая и так далее, что есть люди, которые могут претендовать на власть и прочее. Ну и на самом деле, конечно, будет очень много публикаций в прессе, которые будут обострять общественное мнение, создавать какую-то дискуссию и так далее. То есть в любом случае сейчас будет очень высокая политическая активность, и общество к этому будет готовить, разогревать всеми силами сами провластные СМИ. То есть сам режим будет это делать. И это нам тоже очень важно использовать. Это будет проявляться через огромное количество публикаций негативного характера, рассказывать, кого-то разоблачать будут, рассказывать о преступлениях каких-то должностных лиц, показывать какие-то неприглядные моменты в социальной сфере и так далее. И будут общество раскачивать, раскачивать, раскачивать через вот эти СМИ для того, чтобы в пользу того или иного кандидата иметь возможность создавать какую-то благоприятную обстановку, чтобы человек мог, допустим, на этом попиариться, мог на этом создать себе какой-то имидж борца с коррупцией или борца за справедливость и так далее. Вот эти вещи сейчас будут активно везде и повсеместно появляться. И нам, с одной стороны, власть будет помогать такими вещами разогревать общество. Общество наше спит, как вы понимаете, и очень плохо реагирует на всевозможные процессы, которые несправедливые идут в нашей стране, на преступления властей и так далее. Вот Назарбаев готовится посадить на трон Доригу. Наша задача — готовиться вместе с ним. То есть они сейчас раскачивают, так сказать, общественные мнения и всё остальное, но наша задача — сменить этот режим, сместить этот режим и привести к такой модели политической, которая будет и справедливой, и демократической, к такой модели, о которой рассказывает Аблязов, ДВК, программы ДВК, платформа ДВК и так далее. То есть то, к чему готовится власть, нам сегодня на руку. Те общественные события, которые могут повлечь за собой эти преступные выборы, так называемые, они могут принести нам большую пользу. И поэтому мы обязательно должны быть готовы к этому моменту. Если мы сегодня будем вот так же безответственны, расслаблены, не сможем сконсолидироваться, не сможем организованно скоординироваться и так далее, то мы можем проморгать, так сказать, этот момент, и нам всем нужно быть готовыми к переменам. Вот мнение аналитика спрашивает буквально о том же, о чём я и говорю. То есть действительно эти процессы запущены, и нам придётся наблюдать, либо выбирать, либо мы будем наблюдать за этими процессами, либо мы будем им противостоять и готовить свои собственные процессы. Они действительно произойдут. Все мы понимаем, что человеку 78 лет. Все мы понимаем, что он видел опыт своих коллег, так сказать, по диктатуре, того же Каримова. И он понимает прекрасно, что грозит его семье, что сделают с его наследниками, с его капиталом, если он сегодня не подсуетится, так сказать, и не создаст такие условия, чтобы не пострадал его капитал и его родственники. Поэтому они готовятся со своей стороны, мы должны готовиться со своей. По-другому никак не получится. Нам надо учиться самоорганизовываться. Нам надо обратить огромное внимание на создание ячеек. Нам надо заниматься привлечением в наши ряды сторонников и делать это усиленно. Вот эти провокационные, не надо выбрасывать вещи, мы идём и забираем осеты из суда. Так не бывает и так не получится. И не нужно призывать людей к таким вещам, которые связаны с насилием. Наша задача — быть активными, приходить на эти суды, поддерживать человека и показывать власти, что мы не будем равнодушно стоять в стороне, что мы будем участвовать в государственных процессах. А вот такими вещами вы будете провоцировать людей. Никакого насилия. Это первая заповедь наша. Мы не используем насилие и мы не используем беззаконие. Мы действуем только в правовых рамках. Наше право выходить на митинги, наше право выходить и участвовать в акциях протеста. Наше право не соглашаться с тем, как действует сегодняшняя власть. Но идти в суд и забирать осеты, когда там есть конвой, вооружённый конвой, когда существуют законы на этот счёт, так нельзя. И прошу не призывать к таким вещам, тем более здесь, в нашем чате. Вот опять отвечаю аналитики. Да, самое главное — это вот сегодня нам сейчас с вами объединяться, создавать эти ячейки, усиленно собирать людей, сторонников в наше окружение. Естественно, вы для этого тоже не должны сидеть. Надо изучать программы углубленно, чётко. Надо владеть тем, что мы предлагаем, чтобы иметь возможность аргументировать спокойно и грамотно. Для того, чтобы людей вовлекать в наши чаты, вовлекать в ячейки, просто необходимо обладать знаниями. Показывать людям, что вот эти все проблемы житейские, которые сегодня все испытывают, вы обратите внимание, вот осенью обязательно всё это начнётся. Высокая оплата за коммунальные услуги, высокая оплата за бензин, за топливо, за уголь, проблемы со школы, собрать ребёнка в школу, проводить. Это всё обязательно ляжет к каким-то очень тяжёлым испытаниям на кошельки наших граждан. Всё равно люди будут возмущаться. В такие моменты очень важно показывать, что в этом виноват именно режим, что в этом виноваты монополии, которые обкрадывают наш народ, что в этом виноват именно Нурсултан Назарбаев. И что Нурсултан Назарбаев собирается и дальше удерживать власть до самой своей смерти, заменив, просто поставив новую фотокарточку в лице Дарьки Назарбаевой, изображая выборы. И в этот момент надо показывать, что существуют другие модели политические, что существуют другие модели управления страной, и что они должны быть справедливыми, демократичными, и что мы как раз к этому стремимся. С людьми надо работать. Каждый из нас должен понемногу, потихоньку работать с людьми. Это самое первое, к чему мы должны стремиться. Достаточно привести пятерых человек к каждому из вас. Об этом говорилось уже много раз в этом чате, и много раз мы это обсуждали. И Мухтар Аблязов это обсуждал, и вы сами обсуждаете это постоянно. Но, к сожалению, вот это всё не двигается, не делается. И мы видим, что у нас падает в чатах количество людей, количество наших сторонников. И если раньше вы на это как-то реагировали, переживали, занимались хотя бы наращиванием сторонников в чатах, то сейчас даже этого не делаете. И такие вещи, они как бы недопустимы. Если мы все хотим перемен, мы должны каждый из нас на своём месте что-то для этого делать. По-другому никак не получится. Долго это или недолго. В любом случае, если каждый начнёт это делать, если каждый начнёт ходить в суды, если каждый начнёт заниматься просвещением рядом людей, которые рядом с вами живут, присутствуют, это всё можно будет ускорить в разы. Вот смотрите, вы говорите о том, что Назарбаев этим разозлит народ, что у Дориги нет политического веса и так далее. Тем не менее, он это сделает. Он будет туда идти, в ту сторону, потому что на мнение народа ему глубоко наплевать. И он уверен, что этот народ никогда не поднимется против него, против его власти. Абсолютно уверен. Иначе бы человек вот с такими вот помыслами никуда бы не лез. Если бы хоть немного Назарбаев боялся народ, он бы этого не делал. Но он это делает спокойно и уверенно, вытаскивает Доригу и идёт на совершенно, вот, казалось бы, немыслимые шаги. Потому что народ в большинстве своём вот просто спит, спит, сидит в этих чатах, спит, по сторонам там ходят где-то по этим, всё равно спит. Мы можем наблюдать, как нас мало, что нас единицы активных людей, несмотря на то, что в наших чатах присутствуют десятки тысяч, сотни тысяч. Хочу ответить табыну. Во-первых, мы чат сформировали первого февраля. И спад активности у нас происходит именно сейчас, вот в этот месяц, июль и август, поскольку это, в принципе, не является политическим сезоном в это время года. И традиционно всегда очень сложно людей, так сказать, вовлечь в активную политическую жизнь вот в это время года, в этот период. Но это не значит, что не надо готовиться, это не значит, что надо заниматься самобичеванием. Надо действовать. И каждый из вас, вот вы, допустим, я не знаю, есть у вас ячейка или нет, создали вы кого-то вокруг себя какую-то группу или нет, но каждый из вас может создать группу и готовиться к переменам, создать, обучить людей, научить их тому, к чему идём мы, да, и тихо, спокойно готовиться к этим переменам, понимая, что рядом с вами есть единомышленники, которые вас не предадут, не оставят в час их в трудный момент, в тот момент, когда надо будет выйти на очередную акцию, очередной митинг. Вот это я понимаю деятельность. А когда мы сидим и говорим, вот мы тут целый год торчим, ничего не делаем, ничего не меняется, это точно уже не про нас и это точно нам никак не поможет. Никто, кроме нас, не поднял эту площадку в Казахстане, никто не активировал эти политические процессы. Эти все процессы сегодня активировались только благодаря тому, что появился ДВК. Анна Сергеевна, уважаемая, вы тут, пожалуйста, не спамьте такими мнениями, потому что никакой Кремль не может влиять на капиталы Назарбаева. И капиталы Назарбаева будет спасать только сам Назарбаев, его семья. И не будет он никогда слушаться ни Кремля, ни никого, потому что, когда речь идет и Кремль для него сегодня абсолютно не авторитет, с учетом того, что с самим Кремлем происходит и с самим Путиным. Вот это, знаете, политика заблуждения. Не стоит это все навязывать до такой степени. Россия очень сегодня ослаблена за счет санкций и прочее. У них у самих политическая ситуация очень сложная. И там тоже идут активные протестные настроения растут. И в России тоже будут к этой осени активно расти протестные настроения. Поэтому, простите, это смешная версия, что Кремль контролирует Назарбаева. Никто его не контролирует. Единственный человек, который контролирует, он сам себя контролирует и свои деньги. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Какой-то табын распространяет упаднические мнения, опять какие-то страхи транслирует и так далее. Я хочу, чтобы вы понимали, что сейчас режим слабый как никогда, очень слабый, потому что сейчас им придётся совершать какие-то перестановки, потому что им сейчас придётся совершать какие-то перемены, менять во власти людей и так далее. А это всегда чревато и опасно, потому что у каждого из них есть враги, потому что общество тоже закипает от огромного количества проблем и потому что появился демократический выбор Казахстана на политической площадке страны, потому что мы создали огромные проблемы этому режиму, мы заставили его принимать новые законы, какие-то решения. На нас сейчас смотрит активно весь мир, на нас обращены внимание правозащитных миссий и так далее. Впервые к Казахстану привлечено столько внимания извне. И его будет ещё больше, когда эти процессы начнут активизировать. Вы должны обратить внимание, сколько публикаций за рубежом сейчас идут о Казахстане. Казахстан становится международным ньюсмейкером. О нас идёт огромное количество новостей. О наших политиках, о нашем президенте, о тех преступлениях, которые совершает власть. О ДВК написано огромное количество статей. А раньше вообще никто и не вспоминал, что есть такая страна на карте, как Казахстан. Ни с кем не надо играть ни по каким правилам. У нас есть собственные правила, собственные цели, задачи. И мы должны действовать только в рамках собственных правил и задач. Потому что если мы будем оглядываться на чьи-то правила, то мы точно никуда не уйдём. Много лет этот режим кружил людей своими правилами, своими играми. Сейчас пришло наше время. И мы уже заявили о себе достаточно серьёзно, мощно. На нас обращают внимание сегодня во всём мире. И власть вынуждена сегодня с нами считаться. И поэтому я считаю, что вот такие вот реплики, они тоже в корне неправильны. Какие игры? Здесь никто не играет в игры. Мы должны действовать и следовать к своей цели. И это далеко не игры. Это должно быть решение каждого из вас. Внутреннее серьёзное ответственное решение. Если вы уже здесь находитесь, если вы зачем-то пришли в этот чат, если вы зачем-то слышите сейчас этот эфир, значит, у вас есть решение. Значит, вы хотите перемен. И раз мы этого хотим, значит, мы должны действовать, а не просто сидеть и болтать здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот все пишут, вот шал хитрый, шал умный, там, недооцениватель. Шал примитивный. Все его действия, Назарбаева, предсказуемые. Все его действия предсказал Облязов ещё много лет назад, и вплоть до того, кто будет арестован, кто будет посажен, кто будет куда смещён и так далее. Чем он хитрый, если он настолько предсказуемый, ожидаемый в решениях человек? Ничего такого вот сверхъестественного в этом человеке нет. У него в руках всего лишь марионетки, люди, которые сегодня охраняют его власть, охраняют его от таких, как вы. И я поражаюсь всегда мнению людей, которые считают его каким-то там хитрым, несусветно там всемогущим человеком. Ничего подобного не происходит. Он абсолютно предсказуемый. Если уж существуют какие-то игры, то они существуют вокруг него, в его окружении прежде всего. Вот сейчас огромное количество людей получают бюджеты на борьбу с нами, допустим. И, грубо говоря, пользуются деньгами государства, деньгами властей для того, чтобы... Обогащаются, грубо говоря, обогащаются для того, чтобы бороться с оппозицией. Но на самом деле таких людей настолько много, алчных, прикормленных возле него, не преданных на самом деле ему людей, не преданных его идеям или ещё чему-то, а просто людей, шакалов, которые возле него побираются и обогащаются за счёт его страха, элементарного его страха человеческого. Единственная современная технология в процессе выборов — это люди. Люди, которым не всё равно, люди, которые способны не сидеть, не ждать, когда за них всё свершится, объединятся и выйдут на площадь. Вот это и есть единственная современная технология. Другой технологии не существует. Все эти вещи, да, вот то, что там рассказывают, там политтехнологии, ещё что-то, это всё ерунда. Люди пока сами не поймут, что им нужны перемены, ничего не происходит. Вы это всё прекрасно понимаете, хотите, стремитесь к этому, но ждёте, когда действовать начнёт кто-то другой. Субтитры создавал DimaTorzok Нам запретили митинги и так далее, запретили нашу организацию. Бороться можно только одним способом — численностью. Мы это много раз обсуждали. Если нас много, нам ничего запретить нельзя. Нам нужна такая критическая масса людей, которая сможет влиять на изменения. То есть если сегодня нас будет 100 человек на митинге, мы ничего не изменим. 2000 уже могут повлиять на какие-то процессы. Если в Казахстане, вы прекрасно понимаете, если в Алма-Ате выйдет на площадь 20 тысяч, этот режим падёт. Просто 20 тысяч людей. Сколько людей в Алма-Ате? 10% из 20 миллионов. Пусть выйдет, и это уже решится. И не нужны никакие технологии для этого. И власть сама делает для этого всё, чтобы люди обозлили, чтобы люди не верили, чтобы люди искали выходы, стремились к переменам. Наша задача, мы с вами, как раз-таки та организация, которая владеет организационными приёмами, владеет информацией, которая может привлечь людей на нашу сторону. Наша задача просто организоваться, наша задача доносить ту информацию, которая крайне полезна людям, которые готовы сегодня к переменам. Мы та самая структура, которая уже организована, имеет программы, имеет платформу, имеет представление, как мы будем менять эту страну, как мы будем смещать этот режим. И именно к нашей организации должны примкнуть люди. И бороться с пропагандой режима, бороться со всеми этими явлениями можно только лично, с глазу на глаз, от одного к другому, передавая информацию. Таким образом эти режимы падали всегда, только таким. Очень часто мы слышим, что вот нам те не помогают, эти не помогают, Запад не помогает. На самом деле нам помогают, и помогают очень много. Вот мы сегодня с вами общаемся через секретную, закрытую, закрытый мессенджер, где мы можем себе позволить собрать 100 тысяч человек. Вот это всё создал не Нурсултан Назарбаев, не режим Назарбаев, это всё создал Павел Дуров. Мы все пользуемся сетью Facebook, социальными сетями, мы используем YouTube. Это шикарное, это очень эффективное средство распространения информации. Мы используем Instagram, социальные сети, которые не может отключить Назарбаев. Социальные сети, которые не подчиняются Назарбаеву, Масимову, их конторам и так далее. Вот это нам уже помогает, это надо понимать, что в период в стране, где отсутствуют всяческие СМИ, у нас есть вот такая площадка. О такой площадке 10 лет назад мечтать было невозможно. Сейчас она у нас есть. И эта площадка помогает нам самоорганизовываться. Это уже помощь, это уже поддержка того самого Запада, на который вы всё время киваете. Дорогие админы, уберите, пожалуйста, из чата вот эту Анну Сергеевну, которая транслирует совершенно неуместные, глупые идеи, мысли о том, что Кремль может как-то влиять сегодня на ситуацию в Казахстане. Кремль попытался повлиять на ситуацию в Украине и захлебнулся. Ему сейчас Крым стал костью в глотке, и он захлебываясь, умирает этот Кремль. С тем, что он уже натворил по Крыму, по Грузии, по Сирии. И на Казахстан у них нет ни времени, ни сил, ни денег сегодня. И когда такие мысли транслируют, уже просто смешно. Да, возможно, в 2014 году можно было переживать и думать о том, что на нас нападёт Россия. И так думали многие в тот момент. Тогда Россия была сильной. А сейчас от России осталось мокрое место, и на носу новые санкции. Пусть они выживут. Сегодня у России по всему миру конфискуют имущество, арестовывают счета. И та Россия, которая пугает нас, сидит Анна Сергеевна, давно не существует. Эта страна разрушенная. Там внутри у них, у самих идут страшные протестные события. Люди обнищали. И ситуация такая же плачевная, как и у нас. И, извините, ещё и сейчас развязывать войну с Казахстаном, но точно ни у какой России нет возможности. Я хочу сделать замечание вот товарищу под ником аналитика и мнение, да. Давайте мы не будем скатываться в нехорошие формы общения, оценочные, тем более оценочные с национальным уклоном, борщи и так далее. Это недопустимо. Демократический выбор Казахстана утверждает свои принципы и основывает их на равных правах человека. У нас не будет склок и разногласий на почве национальности, языков и так далее. Вот это недопустимо. Давайте мы в нашем чате не будем такие вещи транслировать. Мухтар Аблязов сам вам ответит на этот вопрос по поводу вызова его в суд завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Что я хочу сказать? У нас сегодня и вот эти дни прошло несколько судебных заседаний и у Асета Нуржоуба, и у Алматы Жумагулова с Кенжибеком Абишевым, и у Искандера Иерембетова продолжаются суды. По Асету вы сегодня видели, был прямой эфир. И я хочу сказать, что благодаря деятельности наших волонтеров, и админов, и участников чата все-таки удалось собрать довольно приличное количество группы поддержки. И вы видели, там было около 15-20 человек, что очень важно, потому что на самом деле на первом заседании у Асета не было никого, кроме мамы. И сейчас наши люди отозвались, и это очень приятно, что все-таки есть активные, неравнодушные люди, которые пришли на процесс к Асету Нуржаубая. Асет Нуржаубая один из наших сторонников, и, конечно, надо продолжать поддерживать его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Давайте я ещё раз вернусь к вот этой теме. О чём мы тут говорим? Вот у нас тут сидит и качает мнение, значит, какая-то Анна Сергеевна и вот аккаунт мнения аналитика. Вы в корне неправильно подаёте информацию. Нас не возьмут Раша и Китай, нас не возьмёт там то-сё. Вы представляете, как вот люди, которые пришли в чат ДВК для того, чтобы менять этот режим, чтобы его сместить, и чтобы этот режим перестал существовать, и пришли к власти люди демократичные, справедливые и так далее. И вот вы сидите и как последние рабы рассуждаете о том, что нас не возьмут те или другие. Мы, в принципе, не можем себе позволить так мыслить. Если мы собрались бороться, какие же могут быть вот такие, такого рода рассуждения? Меня это вообще глубоко поражает и возмущает, что вы, в принципе, допускаете такие формулировки. Кто-то нас может взять. Вы представляете, как вы рассуждаете, как вот, я не знаю, это, наверное, формулировки из каких-то других веков, когда приезжали, приплывали на кораблях и захватывали какие-то земли. Вы поймите, мы живём в современном цивилизованном мире, где существуют международные договоры, и никакая страна не может прийти и что-то просто так взять. И когда она это делает, международное сообщество такую страну наказывает. И вы сейчас, хозяева своей страны, рассуждаете подобным образом, меня вообще глубоко оскорбляет ход ваших мыслей, особенно учитывая, что такие мысли распространяются в этом чате. Я себе представляю, как взгляд людей адекватных, людей, которые действительно нацелены на борьбу, вот такие рассуждения. Вот то, что сейчас в чате сидят, два человека. Я прошу админов убрать этих людей, убрать вообще все посторонние вопросы, заблокировать их на время, потому что так нельзя. Это просто крайне оскорбительно. Мы в нашем чате не можем себе позволить тратить время на вот такую ерунду. Мы в нашем чате не можем себе позволить тратить время и транслировать рассуждения абсолютно негативного плана, не связанные с тем, чтобы продвигать наши идеи, не связанные с тем, чтобы наращивать наших сторонников. Мы не можем себе позволить заниматься вот такой толкучкой и создавать дурацкую абсолютно атмосферу ни о чём, болтовни. Чем мы тут занимаемся, я не могу понять. Админы, я очень прошу удалить сейчас эти два аккаунта и тщательно следить за тем, чтобы в нашем чате всё-таки состоялись конструктивные дискуссии, дискуссии, которые приведут к тому, что мы будем расти все внутренне, самоорганизационно и так далее. Смотрите, вот это очень важный момент. Мы с большим трудом создали вот эту площадку, с большим трудом. Вы с большим трудом на эту площадку попадаете. Вы приходите сюда, подключаете какие-то определённые средства, защиты и так далее. И власти тщательно контролируют людей, которые пользуются Телеграм, приходят в этот чат, участвуют в нём и так далее. Тем не менее, вы все здесь. Но тогда скажите, ради чего? Зачем вы здесь находитесь? Для того, чтобы слушать вот такие вот дурацкие рассуждения? Я вот, например, не могу понять. Я сегодня хотела вам сообщить о том, что мы, я и сказала об этом, что страна находится на пороге огромных перемен. Вы это не осознаёте? Что впереди большие перемены, и что к этим переменам надо готовиться. И к этим переменам нас подталкивает сам режим. И эти перемены, в том числе, будем делать мы с вами. От нас будет зависеть, куда мы уйдём. Мы будем спать, сидеть, рассказывать друг другу про Путина, про китайцев, про ещё что-то, про борщ, да? Или мы будем действовать и заниматься какими-то конструктивными вопросами. Крайне неприятно видеть, что здесь в чате разговоры поддерживаются. Вот такие неконструктивные. Особенно неприятно это понимать, когда знаешь, что там где-то сидит Асет Нуржаубай, которого пытали, который пытался покончить с собой. Особенно неприятно понимать, что там где-то в Актау, Айгуляк Берды, мать четверых детей, одна борется за судьбу своего мужа. Борется, потому что человек надеялся на нас, потому что он вышел вместе с такими же, как и он сам, на митинг, против пыток. Я не понимаю, вот честно, вот я сейчас крайне возмущена, что наш чат превратили вот в такое, что мы перестали говорить о каких-то серьёзных конструктивных вещах. Даже во время эфира люди сидят и говорят о каких-то, вообще не имеющих к эфиру отношения темах. И это ненормально. Мы преодолели очень много, мы сделали очень много работы, мы преодолели очень много страхов и испытаний. Очень многие из наших людей, очень многие из наших людей понесли какие-то преследования, понесли какие-то нагрузки там. Кто-то попал на несколько суток в изолятор, кто-то заплатил штрафы. Люди чем-то жертвовали для того, чтобы потом вот здесь вот так сидеть и заниматься вот этой ерундой. Когда мы будем дисциплинированно заниматься самоорганизацией. Ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нет, друзья мои, надо обращать на это внимание. Это наша общая площадка, мы её с трудом создали. Мы создали её вопреки огромной команде людей, огромному штату полицейских и так далее, которые там препятствуют нашему объединению. Мы её создали, наконец. И сейчас заниматься вот такой ерундой мы не можем. Не обращать на это внимания мы не можем. Мы должны обращать внимание на каждого вот такого бота, который сидит и мешает нам с вами обсуждать какие-то конструктивные вещи. И вы знаете, на нас со стороны ведь тоже смотрят. Вот сейчас сидят и смотрят какие-нибудь люди, которые, допустим, недоброжелательны к нам. Сидят и оценивают, и говорят о том, что в этом чате нечего делать. Я знаю, что огромное количество активистов сегодня сидит за пределами этого чата, слушают наши эфиры, но больше не комментируют, потому что здесь установилась атмосфера вот такого вот нигилизма. Людям всё равно. Люди перестали вообще обсуждать какие-то важные события. Вы вспомните, куда делись наши лидеры? Где сегодня наша кипчачка? Люди, которые горели сердцами за наш чат? Где те люди, где те лидеры, которые транслировали мнение от сердца? Где они все? Они все молчат, потому что мы не обращали на них внимания, на вот таких ботов, которые болтают ни о чём. Давайте мы не будем давать им слово, давайте не будем им позволять забалтывать этот чат пустыми вещами. Наша задача сегодня — объединяться, ещё раз объединяться. И мы должны найти способ это сделать, потому что на кону стоит наше будущее. И сегодня это будущее меняться будет на наших глазах, это приближается с огромной скоростью, это стали делать сами власти. Наша задача — не пропустить этот момент, потому что от этого будет зависеть всё. Пашин тоже не прав. Ничего не может зависеть ни от доллара, ни от кого. Всё зависит от людей, от действий людей. Люди должны начать действовать. Нельзя думать, что завтра поднимется доллар, тогда люди выйдут. Нет, конечно. Всему этому предшествует подготовка. Если вы думаете, что Пашинян просто взял и появился, вот просто так взял и появился из ниоткуда, это заблуждение. Мы специально приглашали в чат людей, которые вам рассказывали. Спонтанно и стихийно произошёл Майдан. И вам рассказывал Егор Соболев о том, что в результате у них нет сейчас сильных команд, они не подготовились организационно, у них не было программы, платформ политических, которые бы сумел, успел принять народ. Обсудить и принять их. И сейчас они этим занимаются, с теми людьми, которых народ уже выбрал. В отличие от них, Пашинян долго и планомерно готовил свою команду, готовил свои программы и так далее. Это работа не одного года. Эта работа была на длинной дистанции. Мы с вами только приступили к этой работе. Мы только начали формировать. Мы существуем как организация всего-то чуть-чуть больше года. И в этом чате мы организовались только 1 февраля. Но посмотрите, как много мы сделали, как многого мы добились. А нас знают в Казахстане. Пусть не в каждом доме, но знают. И знают практически массово, потому что сама власть нам в этом помогла. И нельзя отметать наши заслуги, нельзя их обесценивать. Самое позорное и самое неправильное – это обесценивать самих себя. Давайте мы не будем самих себя обесценивать, друзья. Обесценивать – это стратегия властей, стратегия Советского Союза. Таким образом они обесценили всё, начиная с человеческой жизни. Они обесценили саму жизнь. Они людей миллионами убивали, морили голодом, уничтожали городами, посёлками. Они обесценивали нашу жизнь каждый день, каждый год. Много лет подряд, сто лет это происходило подряд. Сейчас этим занимается режим Назарбаева. Он обесценивает человеческое достоинство. Они пытают людей, унижают, они толкают, извините, людям палки, задний проход в тюрьмах. И обесценивают, уничтожают достоинство человека навсегда. Они убивают людей, убивают, убивают, убивают в этих тюрьмах, в этих колониях, убивают их. И опять обесценивают жизнь. Делают это каждый день. Вы сегодня сидите и делаете то же самое. Вы обесцениваете сами себя. А ведь мы все люди, у нас у всех есть ум, у нас у всех есть сердца, мы все можем к чему-то стремиться. И почему мы вот сами себя до такой степени обесцениваем, когда мы уже сумели объединиться и находимся здесь все в этом чате сегодня? Такие вещи недопустимы. Это не наши стратегии. Это стратегии режима. Они очень выгодны. Мы должны уметь эти стратегии различать и отбрасывать их. Мы должны пользоваться собственными стратегиями. Мы должны людей учить объединяться. Мы должны их вдохновлять, воодушевлять. Мы не должны оглядываться на то, что сегодня сделает режим. Или завтра. Будет это 500 долларов или будет еще какая-то история. Наша задача объединяться. Не важно, режим этот что-то делает против нас или не делает. Наша задача объединяться, потому что есть такая цель. Мы эту цель себе поставили, и вы все с этой целью согласны. Я не слышала ни о каких мероприятиях, запланированных на 16 августа. Скорее всего, это вот какой-то чей-то опять вброс. Видимо, просто где-то был разговор. Но на 16 августа никаких мероприятий не было запланировано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все эти люди, которые нацелены на борьбу, они на самом деле себя уже заявили, они преодолели себя, они выходили на наши акции, они выходили на наши митинги. Они сегодня в одиночку где-то борются с системой и продолжают рассчитывать на перемены, продолжают продвигаться, двигаться в сторону перемен. И я хочу, чтобы для вас воодушевляющим примером все-таки были такие люди, которые ведут борьбу, а не такие люди, которые нас тянут назад и занимаются так же теми же стратегиями, которыми занимается режим. Не надо ничего идти на поводу у тех, кто погряз в пессимизме, скептизме, на поводу у тех людей, которые не верят. Не верите — отвалите, отстаньте от нас. Сидите дома, не нойте, не приходите в этот чат. В этом чате будут те люди, которые верят и которые действительно пойдут до конца. По-другому мы ничего не сделаем. На самом деле у нас уже произошел качественный отбор. Этот чат покидают только те люди, которые были зарегистрированы случайно, поэтому у нас идет такой отток. Мы общаемся в ячейках, мы сегодня общаемся в штабе, мы общаемся через волонтера. И я вижу, что мы общаемся с теми же самыми людьми, с одними и теми же активистами. Это довольно крепкие люди. Это наш костяк, это наша основа. Их очень много. И не надо думать, что все такие, как Семеновна Сергеевна, которая сегодня транслирует и транслирует полную чепуху, У нас очень много думающих людей в чате, которые прекрасно разбираются в политической, в экономической обстановке и знают, куда мы идем. И мы ежедневно, регулярно получаем от этих людей сообщения. Они нам что-то советуют, они с нами советуются, они нам приносят какие-то предложения. У нас кипит, кипит жизнь. Подпольная, самое что ни на есть, настоящая подпольная жизнь. Потому что мы занимаемся настоящей борьбой. Я вас всех призываю заниматься этой борьбой, формировать ячейки, формировать вокруг себя такую команду, которая вас не подведет, в которой не будет нытиков и скептиков, людей, которые завтра с вами выйдут на эти площади. Это большое заблуждение думать, что Талгат Аян не числится политическим заключенным. Талгат Аяна и Макса Бакаева защищали именно как политических заключенных. И то, что Талгат Аяна освободился, не означает, что статус политического узника у него отняли. Было и остается политическим узником. И я считаю, что нам с вами тоже не надо опираться на мнение, на какие-то формальности. Каждый из нас знает, что Талгат Аян не преступник, что он не совершал никаких преступлений, что он вышел с народом на митинг. Это означает, что его преследовали по политическим мотивам. Вот и все. Это очень простой вывод. Значит, он бывший политический узник. И, к счастью, он сегодня на свободе. За это только радоваться можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова По поводу дела о джихадистах. Давайте я вот немножко остановимся на этом. Дело в том, что, да, действительно, сегодня судья взял отвод по этому делу. Дело крайне сложное. Люди около 9 месяцев сидят в тюрьме, им до сих пор не предъявлены доказательства в их обвинениях. Со стороны защиты, со стороны наших адвокатов было предъявлено неоднократно огромное количество доказательств непричастности Алмата Жумагулова, Кинжибе Кабишева к тем преступлениям, которые на них, так сказать, вешает режим. И для того, чтобы продлевать раз за разом вот эти вот сроки, у властей должны быть основания. И всякий раз этих оснований нет. И я хочу сказать, что сегодня вот этот судья, да, он дрогнул не просто так. Он дрогнул, потому что он знает огромное пристальное внимание общественности, приковано к этому процессу. И быть палачом он не захотел. Он понимает, что ему придется нарушать, нарушать и нарушать все процессуальные законы и так далее, нормы закона. И этот человек не случайно взял самоотвод, потому что он не хочет нести за это ответственность. Сейчас назначат другого судью, того, которого подороже купят, либо заставят и так далее. По-другому не бывает. И вот, кстати, Алмалинский суд, он такой прославленный. В этом суде многие процессы, да, и у нас в каждом суде, наверное, но в этом суде было очень много процессов, которые были сфабрикованы по политическим мотивам. Там небезызвестная госпожа Джарил Гасова, которая судила, и, кстати, она и сейчас имеет отношение к этому процессу, она продлевала меру пресечения Алмату и Кенжибеку. То есть в любом случае это доказывает, что люди в мантиях, они тоже боятся общественности. И наша задача давить дальше, давить и давить, давить общественным мнением как раз-таки и этих следователей, и этого судью. Про следователя я писала, писала много и подробно выкладывала её фотографию. Это Толгана Ержанова. Она занимается и пытками, она занимается шантажом, вымогательствами, фабрикацией дел и так далее. Эта женщина, она мечтает стать генералом. Они выпускали какие-то статьи. То есть она карьеристка невозможная. И на её совести, в принципе, очень много жизней, в том числе и наших активистов. Это она судила Юлю Козлову. То есть подкинула какие-то травы, чтобы потом сфабриковать дело по наркотикам. Толгана Ержанова занималась давлением, оказывала давление на Табылову Акмарал, которую тоже одну из наших первых активисток задержали. И это она заставила её сделать вот это видеообращение. Под давлением именно Толгана Ержановой Акмарал Табылова тогда записала видеообращение. И сегодня Толгана Ержанова, она преступница, и она будет отвечать. И чем больше мы будем освещать этих людей, выкладывать их фотографии, выкладывать их имена и так далее, тем сильнее, тем неотвратимее их ответственность будет в будущем. Поэтому вот смотрите, вот этот процесс Алмата Жумагулов и Кенжибека Абишева, по замыслу властей он должен был стать первым таким сигналом, по которому ДВК должны были идентифицировать как террористическую организацию. Но в связи с тем, что наши парни преодолели пытки, в связи с тем, что их не смогли заставить оговорить себя, на это всегда рассчитывает следствие. Следствие всегда рассчитывает на то, что человека будут пытать, и он сам даст признательные показания, по-другому не будет. Алмата Жумагулов не стал себя признавать виноватым. Кенжибек Абишев, несмотря на ужасное состояние здоровья, не стал себя признавать виновным. Они не признали своего отношения ни к жихадистам, ни к террористам, ни к тому, что ДВК не дали своих показаний против ДВК и так далее. То есть эти люди выставили, наш долг их поддержать. Девять месяцев они просто так, ни за что сидят в тюрьме, в ожидании судебного процесса. И сегодня власть продемонстрировала, что они не знают, как их судить, потому что материалов дела нет. Потому что обвинять их не в чем, нет состава обвинений, и власти не знают, как с ними поступить. Бегут судьи с процесса. И убежит еще вот эта вот Ержанова, обязательно убежит, потому что ей придется отвечать. И вот эта Ержанова тоже, в конце концов, будет драпать из нашей страны, опасаясь преследования, опасаясь расправы. Потому что рано или поздно ей придется в уголовном порядке отвечать за те деяния, которые она натворила, будучи следователем. Я хочу обратить ваше внимание на ситуацию с Айгуляк-Берды, на ситуацию в Актау. Там следствие использовало очень грязный метод. Они подложили листовки Аблавасу Джумаеву, на которых написано, что ДВК призывает к насилию, что ДВК призывает к насильной смене режима. И это очень важно сегодня отреагировать. На странице УАйгуль есть эти листовки. И если сравнивать их с листовками ДВК, то, конечно же, там есть пункт, который нам приписали. И это надо разоблачать повсеместно. Почему? Потому что завтра эта листовка ляжет в основу обвинения Аблаваса Джумаева. Его будут обвинять в том, что он призывал к насилию. Хотя все мы знаем, что это не так. И я прошу вас буквально начать чуть ли не на следующий день какой-то флешмоб о том, что ДВК никого не призывает к насилию. Что мы не призываем к насильной смене режима. Что мы призываем объединяться только на мирных принципах. И что у нас нет такой задачи свергать режим с покрышками горящими, как нас пытаются рисовать, с какими-то там силовыми приемами, и со стрельбой, и все остальное. Нет у нас такой задачи. Никогда не было и не будет. С первого дня Мухтара Бляза, все остальные говорят только об одном. Что мы будем это делать мирно. Мы будем добиваться огромной численности. И тогда режим сам уйдет. И тогда власть сама вынуждена будет покинуть Казахстан и бежать от нас. Только таким способом мы будем менять этот режим. По-другому мы его смещать не будем. Поэтому сегодня и каждый день остается одна главная задача — объединяться. Объединяться и наращивать число сторонников. Другой задачи быть не может. Вадим Курамшин, да, выходит по УДО, и его вопрос уже решен. Почему не вспоминают? Потому что в отношении Вадима Курамшина правозащитники давно проделали огромную работу. И о том, что он выйдет, говорилось уже давно и заранее. Многими нашими правозащитниками это все предрекалось. Потому что так работает эта система. И насколько вы понимаете, многие люди были освобождены благодаря общественности, благодаря работе правозащитников. И благодаря тому, что на Западе оказывали давление на нашу власть, на наше правительство, на режим Нурсана Назарбаева. Сейчас все то же самое происходит в отношении, допустим, Елены Семеновой. Пишутся письма, направляются лично Назарбаеву призывы человека освободить эту ответственность. Вы же видите, сколько людей необоснованно арестованных. В отношении каждого нашего активиста сделаны заявления международными, авторитетными международными правозащитными организациями. Рано или поздно мы для каждого добьемся справедливости. И все это зависит только от нас, от того, насколько мы будем объединены, и как упорно мы будем посещать судебные процессы, писать посты, распространять информацию о наших активистах. Только от этого зависит их будущее. Вот я оставила вам пост о том, я писала как раз от Алгана Ержановой. Это уже я давно писала, и его есть смысл распространять дальше, потому что все должны знать, что именно она сфабриковала дело против Алматы Жумагулова и Кенжибека Абишева. Понятно, что это дело ей поручили сфабриковать и так далее. Но ведь есть огромное количество людей, которые не выполняют с таким рвением преступные задачи властей. Но она это делает, и делает это раз за разом. И поэтому я считаю, что мы все должны помочь распространению этой личности, чтобы страна знала её в лицо, чтобы те люди, которые её окружают и целуют щёчку, понимали, что это садистка и палач, что этот человек несправедливый, и она занимается преступными деяниями в погонах. Продолжение следует... Друзья мои, давайте мы немножечко подведём такое резюме нашего эфира. Я ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, что будет очень сильно меняться информационное пространство Казахстана. И о том, что сегодня будет использовано очень много инструментов в средствах массовой информации для того, чтобы активизировать общественность. Различные группы начнут свою пропагандистскую деятельность. Но, тем не менее, наши СМИ — это всё-таки очень скучные СМИ. И им далеко до настоящей борьбы, до настоящей конкуренции. Это будет сразу видно. Потому что все будут как под копирку писать одну и ту же информацию. Так же, как они сегодня транслируют одинаковую информацию о отставке генерала Косымова, точно так же одинаково они будут транслировать любую другую информацию, которая выгодна и удобна властям. И у нас даже в этом случае не будет никаких конкурентных, ярких публикаций, статей, которые действительно могли бы увлечь народ. Потому что наши СМИ всё-таки растоптаны, уничтожены. И там никого, кроме исполнителей марионеток, нет. И даже те журналисты, которые пишут блестяще, красиво, и которые владеют пером, владеют аналитикой, они вынуждены подстраиваться под эту власть, потому что так устроены наши СМИ. Я работала и затрудничала с разными редакциями. Я точно знаю, что до тех пор, пока редактору не разрешат, кто-то из отдела внутренней политики, кто-то из Министерства информации, кто-то из полиции, из КНБ, всегда редактор должен получить разрешение на публикацию того или иного материала. Если такого разрешения нет, значит материал не выйдет. А если он вышел, значит его одобрили. Поэтому вы всегда должны внимательно между строк читать то, что написано, и то, для чего это написано, задавать себе такой вопрос. Потому что сегодня начнётся передел власти. Обязательно есть противники, обязательно есть сторонники у этого режима, кто-то попытается реализовать свои интересы. Наша задача — использовать тот костёр, который они будут разжигать. А они его будут разжигать, потому что сейчас он им необходим. Им необходимо раскачивать общественное мнение, и мы этим тоже должны воспользоваться. Мы должны уметь на свою сторону привлечь людей, потому что наши задачи и цели, они истинные. Чтобы мы не используем людей в личных интересах. Все наши задачи, они народные. И в данном случае не идёт вовлечение людей в разборки каких-то кланов. Наши задачи прозрачные, и они все народные, и они все нужны нам всем. Я ещё раз хочу вас всех призвать не забывать поддерживать наших арестантов. Не забывать поддерживать Айгуляк Берды. Не забывать поддерживать Осета Абишева, Осета Нуржуубая. Не забывайте про Алмата Жумагулова и про Кинжбека Абишева. Про Искандера Иринбетова. Ходите в суды. От этого очень многое зависит. Если мы приходим на судебные заседания, власть тоже на это смотрит. И сегодня каждый судья, который проводит процесс, и мы добились того, что на все наши процессы приезжают правозащитники, записывают, ведут наблюдения. Судьи очень боятся наших правозащитников. И очень боятся того, что за ними ведут наблюдения с Запада. И сегодняшний самоотвод это подтвердил ещё раз. Каждый, кто попал под общественное мнение, он уже останется навсегда в истории. И мы будем всё время обращать на это внимание, тщательно разбирать действия этих людей, следователей, прокуроров, судей и так далее. Это только от вашей активности зависит, насколько сильно они будут бояться общества. Это будет зависеть от нашей активности. И сейчас пришло время вот этой активности. Нам её надо наращивать и увеличивать. Всем спасибо. До свидания. Я с вами прощаюсь. Завтра прямой эфир будет вести Мухтара Блязов.